Друзья, огромный-огромный всем привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина. Я автор этого канала, и я очень рада каждому, кто сейчас присоединился к моему каналу и к этому видео. Дело в том, что в Инстаграм я уже опубликовала пост, и в сторис выложила небольшое такое видео о моей новой покупке в магазине Магнит Косметик, а конкретно о тональном креме. Я уже много раз упоминала в своих видео, в своих влогах, в своих косметических, крайне редких видео, и вообще в своем уходе в декоративке, что я не люблю тональные кремы. Я не люблю их потому, что я не могу найти себе такой крем, который бы наносился так, чтобы я его не чувствовала, чтобы он не наносил тяжесть на мое лицо, чтобы я не чувствовала эффекта маски. Вот, ну, не могу я никак пока подобрать такой крем. И, во-вторых, наверное, я не наношу тональный крем на все лицо. Может быть, это неправильно, может быть, в меня начнут кидать, я не знаю, тухлыми помидорами, камнями, и чем еще там можно кинуть, особенно тем людям, которые разбираются в мейкапе. Конечно, может быть, они и вправе кинуть в меня что-то, хотя я считаю, нельзя никого обвинять в том, что если он что-то делает не по канонам, то это неправильно. Если ему так удобно, если никому это не вредит, и если это не выглядит дурно, то почему бы так не делать? Дело в том, что у меня широкие очень поры, особенно вот здесь вот на щеках. Дело в том, что я не выравниваю тон лица, он меня устраивает как таковой, а вот широкие поры вот здесь вот на щеках, особенно если бы мы с вами разговаривали вот вплотную лично, то наверняка бы вам было это очень заметно, и наверняка вам это бы очень бросалось в глаза. Не очень-то хотелось щеголять вот таким вот недостатком, что у меня вот такая вот кожа. И поэтому я стараюсь вот эту вот зону на щеках замаскировать. И меня до сего момента очень устраивал тональный мусс. Особенно мне нравился мусс от Avon, но он у меня уже кардинально подсох, пользоваться им уже не имеет смысла. А мусс от Essence, да, по-моему, вот я вам показывала, который я покупала в подружке, он до недавнего времени тоже мне очень подходил и очень маскировал вот расширенные поры. При этом он не скатывался, он не выделялся тут, и он не закупоривал эти поры. Но загар уходит постепенно, и поэтому этот оттенок, который я покупала, уже явно видно. И возможно, что я сочту правильным тот комментарий, когда мне сказали, что подбери-ка ты себе правильный тон. И имели в виду, наверное, оттенок. Наверное, может быть, уже было видно, вот пятнышки на щеках, что они явно выделяются. Поэтому сейчас на такой период, что загар сошел, но замаскировать расширенные поры нужно, поэтому я сходила в магазин «Магнит Косметик». Там, конечно, не продают, к сожалению, тональных муссов. Вот я имею в виду в баночках таких плотные текстуры. Я так поначитала с отзывов о тональном креме от «Эвелин», который, знаете, с такой стеклянной палочкой, ну, типа пипеточки. И прямой наводкой двинулась к этой стойке. Хорошо, что в это время в магазине был как раз директор «Магнит Косметик». И сама девушка, которая является директором, она при этом, видимо, еще хорошо разбирается в косметике. Ну, наверное, это тот случай, что абы кого не поставили, а поставили нужного человека на правильное место. И поэтому она мне из-за кассы так кричит, «Вам нужна помощь?» Я говорю, «Да, мне нужна помощь». Я вот присмотрела вот этот вот крем от «Эвелин». Мне нужно подобрать правильный оттенок, чтобы подходил к моей коже. Она посмотрела на меня, повернулась и говорит, «У вас жирная кожа, расширенные поры?» Не берите вода водой. Я себе брала такой крем, что наносила, что не наносила. В общем, что с кремом, что без крема, я не поняла, сделала ли я себе макияж на лице. Если вам нужно замаскировать именно вот эти расширенные поры, и если кожа ваша жирная, то я вам посоветую другой продукт. И она мне посоветовала от «Мэйбелин» вот такой вот продукт «Фит Ми». Кстати, упомяну сразу еще вот такой же серии от «Мэйбелин», еще и пудра продается. И мы начали, конечно же, подбирать правильный оттенок, который бы подходил моей коже, который бы не выделялся, потому что я сразу объяснила, я не скрывала от нее, что я именно маскирую небольшие участки на лице, не нанося целиком на лицо. Она говорит, давайте ваше запястье. Испробовав три оттенка, один оттенок был слишком светловатый, он выделялся. Второй оттенок был вот этот 128-й, который идет натурально бежевый. И, кстати, даже вот в тюбике вот эта вот часть, которая нам сигнализирует, какой там оттенок, она, да, действительно, изначально, вот я прям смотрю, подходит мне по оттенку кожи. И еще она попробовала еще один оттенок, который немного идет темнее, но он сразу выделялся, вот его самый вот такой класс брать, это на лето, когда кожа загорелая. Поэтому я остановилась на 128-м, тем более, когда мы наносили на запястье сводчи тонального крема, я прям моментально видела, что он даже начинал подстраиваться... Монтально подстраивала. Сейчас, да, подержи пока. Спасибо. Я изначально прям видела, что он начинал подстраиваться под тон кожи. И я действительно видела, как он подстраивался под тон моей кожи. Ношу я этот крем буквально недельку с небольшим, но пока мне вроде бы все нравится. Я не вижу, чтобы как-то скатывался этот крем. Я не вижу кардинального различия действительно с оттенком моей кожи. Я понимаю, что да, действительно поры маскирует, но хотя могу сказать честно, тональный мус гораздо-таки лучше маскирует расширенные поры, чем вот этот крем. И единственное, что могу сказать, что вот сейчас, когда начинается холодный пиил, даже моя жирная кожа, она все-таки дает небольшие шелушения. И когда наносишь вот этот тональный крем, если у вас шелушение довольно-таки заметное, я вам, наверное, не буду его советовать, потому что даже на моей жирной коже немножечко-немножечко вот они проявляются. Не так сильно прям и не так явно, потому как если выбирать для себя изол наименьшую, да, действительно, мне главнее замаскировать поры. Если даже немножко будут видны там шелушения, да, ну пусть будет так. Но какой-то недостаток все равно, наверное, должен быть. Иначе это был бы прям какой-то божественный идеал из всех тональных кремов, которые существуют. Вот я вам рассказала все то, что хотела. И, возможно, кому-то это пригодится. Возможно, кто-то тоже с такими же проблемами и такой же кожей, как у меня. Тогда возьмите себе сразу на вооружение все то, что я вам рассказала. На этом я с вами прощаюсь. Решила все-таки обзор этого крема выделить в отдельное видео. И так я уже надолго уже растянула свой рассказ. До новых встреч в моих новых видео на моем канале. Пусть ваша жизнь будет легкой, как перышко. Удачи вам всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok